Добрый день! Сейчас мы сделаем Packet Tracer 12.6.2. Наконец-то последний в этом главе и это troubleshooting, но необычный. Чем он необычный? Тем, что мы не знаем сеть. Ну как не знаем, в этом задании не знаем, но на самом деле в прошлом задании мы эту сеть создавали. Если вы посмотрите прошлое видео, прошлое задание, вы найдете как мы создавали эту сеть, откройте ее, если вы ее создавали, теории должны были, и вам проще будет хотя бы ориентироваться в сети. Ну и у нас тут уже готовая сеть и у нас есть небольшие какие-то ошибки, проблемы и давайте их исправим. Открываем pk1, как всегда командная строка, и по telnet подключаемся. telnet, ip-адрес, это роутер как помните следующий, был 192.168.1.1. Подключаемся к нему, пароль как всегда cisco, enable class. Все. Мы подключились к бранч этому. Я не открыл, к сожалению, прошлую работу, лучше было бы, я подказывал к чему подключилась, но если что, все это происходит внутри этой вот штуки. Так, это мы подключились, давайте пока оставим. pk2, команда строка, telnet, 192.168.31. cisco enable class. Это мы подключились к factory маршрутизатору какому-то. В чем у нас на нем проблема? Интерфейс stop.conf.t. Как всегда, я показывал уже ошибки, но все они легко решаются. Show running config, show cdp neighbors и все такое, хотя не помню, cdp тут включен или нет. В общем, все ошибки легко найти в running config. Они тут не сложные, кстати. Так, интерфейс нам нужен g0.01 и он просто выключен. В running config легко можно было это увидеть и понять. Все, notion down, включили интерфейс. Хорошо, pk2 опять тоже оставляем. Дальше, pk5. pk5 у нас сам по себе не настроен. Чтобы его настроить нужно было с pk4 или с pk6, там подключаться, искать там какой роутер и так далее. Но, как вы понимаете, я это уже все сделал и говорю, что здесь 192, 168, 5, 129. Все. Сохраняем. Отлично. Пк4 я это находил. Я даже записал. Отлично. Хорошо. Это мы настроили. Пк6. Командная строка. Telnet 192, 168, 233. cisco enable class. Это у нас branch2. Где-то он там находился, я уже не помню где. Так, pk6. Интерфейс s010. IP-адрес 192. Здесь IP-адрес не настроен, 168 или неправильно, уже не помню. 06. 255. 255. 255. 252. Хорошо. Так. А, конечно. Конечно. Configure Terminal. Давайте я скопирую. Я мало того, что интерфейс не зашел. А, стоп. Ну да, в интерфейсе пытался зайти. Интерфейс s010. И вставляем настройку IP-адресации. Хорошо. Давайте Notion Down на всякий случай. Но он был уже включен. Окей. Мы исправили еще одну ошибку. Как видите, у нас 60 баллов. Надо было сразу поправить, чтобы было видно. Так. Пк6 нам больше не понадобится. Дальше. Пк2. Пк2. Как я понимаю, с factory мы делаем telnet. Telnet 192. 168. 3. 1. Да. Cisco enable class. Ну, к тому же подключается. Ну, бывает такое. Я не заметил, что это то же самое. Хорошо. Configure Terminal. Роутер. OSPF. 1. Точнее, не 1.10. Network. Здесь неправильно была сеть. Настроен или вообще не настроена. Зоняя 2. 168. 4. 0. Так. И крышечка смодных mid. Вот такое. И еще area 0. Оно в зоне 1. Отлично. Исправили еще одну проблему. И теперь еще. Пк1. Пк1. Пк2. Можно закрыть. Пк1. Так. Telnet 192. 168. 0.1. Cisco. Enable. Класс. И да. Как вы видите, мы подключились сначала к branch1 от Пк. Он где-то там. А уже от него мы подключились к хабу. И на хабе теперь интерфейс. S. 0.1. 0. А, ну да. Conf.t. Интерфейс S. 0.1. 0. IP NAT INSIDE. Все. Отлично. Как видите, мы исправили все ошибки. Что я могу сказать по этой работе? Здесь очень простой трэблшутинг. Все. Можно спокойно идти в шоу. Running on finger. Это трэблшутинг. Усложняется только тем, что здесь мы не знаем, не видим сеть. И не можем открывать конкретные устройства. Но обычными Telnet'ами подключаемся к нужным нам устройствам. И исправляем ошибки. Вообще ничего сложного в этом нет. Но главное понять. Если вы выполняли прошлое задание и с помощью Telnet'а и OSPF вы вообще создавали сеть, это покажется вам вообще легчайшим. А на этом все. Пока. Продолжение следует.